Иное измерение русской культуры. Владимир Григорьевич Бенедиктов «Вопросы» Читает Евгений Прасут-Брушковский Глубочайшие вопросы переходят век из века и смущают и тревожат ум и сердце человека. И на них ответов ищет незаметный мирожитель, бедный труженик науки, мысли, ревностный служитель. Отделяет то, что знает, от того, чему он верит. Ошибается, но честно. Он не лжет, не лицемерит и терзается порою в муках горького сомнения, в сфере жизненной встречая мысль гнетущие явления. А иные всем сказанием верят, кажется послушно, от того, что те вопросы принимают равнодушно. Все равно им так или этак, что тут умствовать напрасно. Рассуждать о многом трудно, а порою и опасно. Эти люди, не питая к высшим истинам участия, так глубоко, так спокойно спят в грязи земного счастья. Или невежествуют сладко, и немучимые жаждой правоты и просветления дышат злобой к мысли каждой. Им смешон неугомонный вечный истинный искатель, и вещественники мира восклицают «Он мечтатель». Издеваясь нечестиво над адептом тех вопросов, говорят, «Ему не нужно благ земных, ведь он философ». И к нему привитый ими вредный титул вольнодумца лишь из милости сменяют кличкой праздного безумца. Читано по изданию сочинение Владимира Григорьевича Бенедиктова под редакцию Якова Петровича Полонского. Второе посмертное издание. Том 2. Санкт-Петербург, Москва. Издание поставщиков Его Императорского Величества Товарищества Вольф, 1902 год.